В Одесской области завершился капитальный ремонт наиболее разрушенных участков, важных для региона магистралей. Речь идет о трассах Р-33, которая проходит через укрепленные Раздельнянские и Подольские районы, и дороги Р-55, больше известной как Одесса-Вознесенск. В частности, ее реконструкция началась еще в 2017 году, но из-за нехватки средств процесс восстановления затянулся. В этом году мы завершили полностью два объекта, которые в межах Одесской области входят, общая протяженность 33 км. И сегодня уже автомобильная дорога Р-55 протяженность по Одесской области приведена до нормального такого состояния, на котором можно ехать. Мало восстановить покрытие, важно его еще и защитить от перегруженных фур. Поэтому помимо дороги там обустроили площадку для весового комплекса. Этим маршрутом часто проезжают грузовики, которые везут стройматериалы из карьеров Николаевской области. Также в этом году отремонтировали участки трассы Балта-Велико-Михайловка. Начальник службы автодорог в Одесской области рассказывает, задержек с ремонтом в 2021-м быть не должно. Проекты уже готовы на их изготовление, тратить время не нужно. Как только позволит погода и выделят необходимое финансирование, план ремонта начнут реализовывать. Мы имеем уже договоры на 35 километров ремонта для наступного года. Это делянки по Великому Михайловскому району, Роздельнянскому и Захаревскому. Сейчас же на повестке дня подготовка техники к снегопадам. К слову, на днях спецмашины прошли боевое крещение. На севере Одесской области целый день шел дождь с мокрым снегом. Из-за резкого перепада температуры на дорогах образовался гололед. Нужно было незамедлительно реагировать на ситуацию. Как нам сообщили в службе автомобильных дорог, погодные условия в регионе нужно мониторить круглосуточно. Игорь Исаенко, Владимир Ижич, телеканал Репортер. Продолжение следует...